После выхода альбома Приквел, Тобиас Форги обещал, что выпустит по традиции еще один EP, перед началом работы над новой пластинкой. Но в этот раз музыкант не хотел делать уже характерный для группы релиз с кавер-версиями. Форги собирался представить новый оригинальный материал Ghost. И 13 сентября 2019 года EP 7 Inches of Satanic Panic увидела свет. Легенда гласит, что летом 1969 года молодая и подающая надежды группа Ghost во главе с Папой Нихилом отыграла свой первый концерт в пультовом клубе Whiskey A Go Go в Голливуде на легендарной Sunset Street. Музыканты как раз презентовали выход дебютного EP 7 Inches of Satanic Panic. Оригинальный состав впоследствии распался, а сам сингл и запись живого исполнения композиции Kids The Go Go были утеряны. Пока в этом году Папа Нихил случайно не нашел эти пленки и не вернул их к жизни. В начале Форги утверждал, что эти композиции действительно были написаны 50 лет тому назад. А поскольку ему самому только 38 лет, он ничего не может сказать на их счет. Музыкант предполагал, что Ghost с тех лет пытались играть необычный рок, который только можно было представить в то время. Что-то похожее на то, как известный продюсер Фил Спектр продюсировал коллектив The Stooges. Чуть позже Форги признался, что релиз был выпущен просто в качестве шутки. Композиция Kids The Go Go была написана относительно недавно, но лежала без дела. Ее рабочим названием было The Thru Back Single. Тобиас рос на музыке 60-х, слушая и Rolling Stones, и Doors, и Metal. Но выпуск этого EP совершенно не означал, что пятый альбом коллектива будет выполнен в таком ключе. Отнюдь, говорит Форги, пластинка будет совершенно иной. Новые композиции были написаны Тобиасом Форги при поддержке Салема Альфакира и Винсента Пантара. Ранее музыканты написали совместно такие произведения, как Dance Macabre и Life Eternal. Как и в случае с прошлыми релизами, Тобиас решил воздержаться от работы с продюсерами из металлической индустрии. Музыкант принял решение сам продюсировать новую работу группы. Он уже имел положительный опыт продюсирования дебютника группы Opus Eponymous. Но, как водится у Ghost, вместо того, чтобы в открытую написать, что продюсером нового EP был сам Тобиас, он предпочел скрыться за псевдонимом Джин Волкер. По словам Форги, сегодняшний металл, в отличие, скажем, от 1975 года, стал устоявшимся жанром с определенными канонами. Появилось многочисленное количество аксиом, следовать которым нужно беспрекословно. Вся металлическая культура, говорит Тобиас, пропитана пуританским консерватизмом. И для того, чтобы сделать что-то новое и интересное, их необходимо хотя бы иногда нарушать. По этой причине, как раз Форги и избегает работы с металлическими гуру. Ему хочется, чтобы Го звучал не так, как все остальные группы в жанре, а чтобы его коллектив имел свое уникальное и узнаваемое звучание. И работа с более мейнстримовыми продюсерами позволяет этого добиться. Поскольку они, и это действительно забавно, знают, как можно добиться более тяжелого и жесткого звучания, не прибегая к six-fit-андерным перегрузам. Благодаря такому подходу к работе, Тобиас Форги сумел за последние 10 лет превратить Гоуст в одну из самых успешных современных групп. Сохранив за собой право использовать в своем творчестве любые стили. Самую провокационную эклектику делать все, что ему захочется, не отклоняясь от концепции Гоуст. А такая творческая свобода дорогого стоит. Открывает EP композиция Kiss the Go Go. Это душевная история о женщине, влюбленной в дьявола, которую он побуждает поцеловать козла. Последняя строчка предприпева напрямую говорит об этом. Оскулум абсен. В переводе с латыни означает непристойный, срамной поцелуй. В средневековье считали, что ведьмы на шабашах целуют козла под хвост. Богобоязненные люди тех лет называли Анус вторым ртом. И не спрашивайте меня почему. Кроме того, они верили, что такой поцелуй позволял дьяволу обольщать женщину. А шаталанцы в 16 веке считали это актом покаяния перед дьяволом. И помимо этих воодушевляющих вещей, Оскулум абсеном была отсылочка и к творчеству шведских земляков. Гоуст, коллективу Хипокреси. Так назывался их второй альбом. Многим из вас отлично знаком лидер Хипокреси Петер Тагдерен по проектам Пейн и Линдемор. И если продолжать копать так глубоко, само название композиции может быть отсылкой к одноименному альбому шведских блэк-металлистов Лорд Белля. Музыкальное полотно сочетает в себе психоделику 60-х, элементы фанка и серф-рока. Kids the Go-Goat своего рода Square Hammer с звучанием стилизованным под 60-е. Такая же энергичная, заразительная и заводная композиция. Порги отлично ориентируется в шоу-бизнесе и умеет писать песни, которые если и не приносят грэмит, то хотя бы получают номинации на него. Вокал Тобиаса в образе папы Нихила более мелодичен, чем когда-либо, и звучит более традиционно по сравнению с прошлыми работами. Успешно придает атмосферу и эстетику 60-х снятых в поддержку EP-клип. Mary on a Cross. Чарльз Мэнсон встречает Битлз. Прямая отсылка к этому зловещему персонажу скрыта в названии самого EP. Seven Inches of Satanic Panic. Хотя принято считать, что США подверглись сатанинской панике 80-е, корни этого явления берут свое начало как раз в конце 60-х. С июня по август 1969 года банда Чарльза Мэнсона совершила серию массовых убийств, которые потрясели США и привлекли внимание правоохранительных органов и общественности к организованным ритуальным убийствам. Примечательно, что в этот же год Антон Лавей опубликовал свою библию сатанизма, которая стала краеугольным камнем современного сатанизма и главным текстом церкви сатаны, основанной самим Лавеем. Кроме того, в 1969 году Верховный суд США разрешил гражданам хранить порнушку дома, а в Нью-Йорке началась борьба за права ЛГБТ, а Нил Армсенг стал первым человеком, вступившим на поверхность Луны. И только представьте, каково было жить в этом стремительно меняющемся мире простому человеку, что это было как непредвестие конца света. Даже сегодня наш мир меняется довольно медленно по сравнению с тем временем. Что интересно, вторая строчка припева – прямая отсылка к марихуане, выполненная в аутентичном для тех лет стиле. С одной стороны, Тобиас не отступает ни на йоту от оригинального текста, но сама вокальная манера нарочито демонстрирует иносказательный смысл повествования. В 30-е и 40-е годы 20-го века американская пропаганда против конопли называла ее «урожаем дьявола» и активно печатала различные агитационные плакаты, демонстрировавшие подтверждение этого тезиса. Mary on a Cross стремится в некотором роде повторить формулу успеха Данс Макабр, но скорее в духе 70-х. Что-то вроде микса из Битлз, Лед Зеппелин, Абби и Блю Ойстер Культ. Это меланхоличное музыкальное полотно с лирикой, рассказывающей об очередной истории любви, позволяющей, впрочем, многочисленные интерпретации. Тобиас возвращается к своим корням и к тем самым истокам, что принесли коллективу первоначальную известность. EP 7 Inches of Satanic Panic продолжает положительные вибрации приквела через призму 60-х с концептуальной театральщиной и неизбежной психоделикой. Хотя кизз Гоу Гоут и Мэри Оны Кросс не хватает лирической элегантности более ранних песен, таких, например, как Monster and Slock. Но они по-прежнему легко ложатся на слух. Не могут не радовать и отголоски былой ретро-сатанинской атмосферы. Можно предположить, что эти две композиции были написаны во время студийных сессий для приквела, но в итоге не попали в пластинку. Впрочем, Мэри Оны Кросс демонстрирует некоторые элементы, характерные для второго альбома Гоу, на Фесте Суму. Например, женские байки и некоторые вокальные интонации Тобиаса. Общее настроение. Припев композиции возвращает мрачное и мистическое настроение ранних записей, усиленное точным использованием клавишных. Так что, скорее всего, Форги использовал ранее нереализованные или отложенные в стол идеи. EP 7 Inches of Satanic Panic получилось прекрасным подарком для поклонников, уже успевших соскучиться по творчеству своих кумиров. И то, что Тобиас решился продемонстрировать вместо ожидаемых каверов авторский материал, говорит о возросшей уверенности музыканта в своих силах. А совсем недавно Форги признался, что из-за использования масок и костюмов у него возникла легкая клаустрофобия. К тому же, его вокал звучит намного лучше, когда ему не приходится прибегать к театральщине. И это обстоятельство сильно раздражает Тобиаса. Он сравнивает свое положение с футболистом, вынужденным играть в шлепанца. Поскольку гол встали за последнее время группой стадионного уровня, музыканту хочется, чтобы коллектив полностью соответствовал требованиям, выдвигаемым к исполнителям подобного масштаба. Так что необходимо как-то решать эти вокальные ограничения. Тобиас не знает к чему в итоге это приведет, но утверждает, что если что-то и изменится в концепции Гоуст, то только по этой причине. Форги уверен, что Гоуст могут стать еще лучше. Действительно, на альбомах вокал Тобиаса чище, четче, выразительнее и яснее. Но это вполне объяснимо студийной работой, поскольку на пластинку всегда попадают лучшие дупли. А на живое концертное исполнение влияет много факторов. Даже банальное недосыпание может сказаться на голосе. Чего уж говорить о латексной маске. Интересно, в данном ключе было бы послушать мнение Кури Тейлора, который, как и Тобиас, в рамках Слепнот ограничен ношением маски, которая является неотъемлемым атрибутом группы. Вероятно, как и Форги, она затрудняет ему дыхание, сковывает мимику и просто мешает. Думаю, музыканты могли бы поделиться друг с другом своим опытом. Ну ладно, шутки шутками. А некоторые поклонники группы предположили, что Тобиас прибегнет к использованию Корп Спейна, чем он баловался в до Гоустовские времена. Да, впрочем, и самый первый концепт Папы Эмиритуса был связан с гримом. А в январе 2020 года Тобиас войдет в студию, чтобы записать какую-то секретную композицию. А позже в мае приступит к созданию новой пятой пластинки Гоуст, посвятив работе над ней весь 2020 год. Причем музыкант настроен весьма радикально, обещая сыграть буквально только одно шоу. Пятая пластинка, по его словам, должна стать своеобразным черным альбомом Металлики для Гоуст или как минимум Пауэрслейвом Айрон Мэйден. Что ж, время покажет, что из этого получится. Осталось только запастись терпением. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если по какой-то причине это еще не сделали. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. При желании и возможности поддержите канал рублем. И обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, это важно и интересно. До новых встреч, удачи! Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Подписывайся на канал, ставь лайк, не скупись на монетки. все будет хорошо